Ну что, первый день подходит к концу. Посмотрели прекраснейший закат. Там у нас заходит солнце. Так, и все, и все. Так, море потихоньку стало спокойно с вечера. Уже не так же кормится дно. Но еще люди пытаются. Просто дышит воздухом. Смотрят на закат. Ну, людей поменьше у меня. Кусочек вам вечерней атмосферы в Дагомысе. Хотим сюда как-нибудь прийти. Попробовать здесь или на обед сходить, или вечером посидеть. В общем, атмосферно. Ну и вам, наверное, сейчас зарисовку с набережной. Вот такой у меня есть вход на пляж Дагомыс. На самом деле он туда еще и за пиц тянется. Но вот начало набережной именно здесь. Так, еще раз на фоне Коралла в Португалии. Небольшое развлечение для детишек. Сейчас все будет подсвечиваться красиво. Пирс уже подсвечивается. Кстати, несмотря на то, что ход туда уже только на морские прогулки, вот здесь вот есть такая зона, где могут люди просто посидеть и, кстати, полюбоваться закатом. Закат уже, конечно, закончился, но желающих полюбоваться за ревом немало. Так, по поводу вот этой вот столовой Ивушка. Имели неосторожность зайти. Просто хотели что-нибудь горячего попить с дороги. В общем, мы брали здесь две лапши. Как бы ничего плохого про лапшу не могу сказать. Вкусно было, ничего так нормально. Но вот в зоне раздафи, к сожалению, летают мухи прямо там, где еда. Мы несколько раз говорили, чтобы они с семги убрали мух. Но, в общем-то, девочки делали работу, но на нас не обращали внимания. Ну, как-то неприятно. В общем, решили сюда больше пока не заходить. Какой-то еще кафе Ласточка. Теперь нашли другую еще, по-моему, Лапша называется. Тоже на днях туда зайдем, сравним. Там и цены приемлемые, и вроде как не было замечено мух. Ну, это важный критерий на самом деле. Как бы не смешно звучало, но правда. Вот оттуда мы, кстати, выходим на набережную с Каравеллы Португалии. Прямо под мостом, ЖД мостом. Там сейчас стоит Ласточка. И вот посмотрите, сколько людей идет с пляжа. Казалось бы, 18 сентября. Вы понимаете, людей полно. А мы идем дальше. Это у нас уже новая часть набережной. Здесь есть какие-то замечательные буковки с надписью Дагомыс. И вот это кафе Черномор. Цены там ресторанные. Мы уже смотрели. Когда-нибудь, может быть, напоследок мы, прощение, зайдем в подобные заведения. Но пока будем разумно тратить средства. И я люблю Дагомыс. И этим все сказано. Идем гулять дальше. Хотела отметить, как тут интересно сделано. То есть зона, где кондиционер внутри. Зал, да, у них в ресторане. И есть вот терраса с видом на море. Прямо на улице. Здесь обслуживание животными нельзя. А вот здесь вот открывается такой замечательный баннер с морской тематикой. Ну, что-то захотели некрасивое спрятать. Наверное, что-то там потом появится. Не знаю, не буду приукрашивать. Еще один выход. Пляж ПГТ Дагомыс. Схема эвакуации пляжа. Вокруг Пальмы. Погода комфортная. Сегодня, напоминаю, 18 сентября. И по ощущениям, ну, градусов 22-23 еще комфортно. Сильного ветра нет. В общем, гулять одна ураула. Я хочу, чтобы показать, что у людей там много. Мы идем дальше. В лучших традициях Большого Сочи всегда есть пляжные бархахы. Напитка нет. Какая-то столовая ням-ням. Рядом детская игровая комната. Парус, веранда. Тоже зона для приятия пищи. Это у нас заведение Онегина. Вы можете видеть по фирменным подушечкам. Мне еще у них нравится такая вот крыша. Очень красиво отделана зона террасы. Идем дальше. Детская площадка. А самое главное, не забываем, что все-таки, конечно же, бесплатно. Так, вдруг кому-то будет интересно. Температура воды действительно такая бесподобная. Воздуха, я так и сказала, 22. Вот дата, время, давление. Вот так вот неспешно прогуливаются люди по набережной в Дагамысе. Очень красиво. Прям ее сделали в этом году. Потому что я когда изучала вопрос, как поехать в Дагамыск, где поселиться, в общем, начала изучать, что тут вообще интересного. И узнала, что вот они как раз делают набережную. Поэтому мы приехали. И вот уже к нам, к нашему приезду, все здесь уже сделали. Ну, в начале сезона, конечно, работа шла. Здесь также, смотрите на пляже. Ставим другие курорты на заметку. Пожалуйста, есть бесплатный душ. Бесплатный. Я повторяюсь, бесплатный, потому что это важно. Не везде бесплатные кабинки. Я вам дальше даже больше скажу. Туалеты не везде бесплатные, а уж душ тем более. То есть вода всегда везде платная была. А здесь вот бесплатно пятно. Ну, вы знаете, везде сидят люди. Чтобы вы понимали, идет сезон в Сочи или нет. Ну, в Дагамысе это даже не Сочи. Вот вы можете посмотреть, сколько людей вокруг. Бросилась в глаза. Бабушка все равно уж вкуснейшая якобы выпечка. Обязательно попробуем что-нибудь оттуда. Как вот здорово. Вот так вот гуляешься, действительно, все в одном стиле. Вот все зоны отдыха с видом на море, они вот деревяшечками такими сделаны. Уютно-уютно. Вот, пожалуйста, это вроде бы ограждение. Зона пляжа отделяется от прогулочной зоны. Но при этом, как вы понимаете, нет ощущения, что тебя лишили какой-то свободы, какого-то простора. Все вот так вот необъятно. Классно. Вечерняя набережная в Дагамысе меня очень сильно порадовала. Вот Хачапуревино почему-то закрыто. Почему-то. Может быть, они уже свое отработали в этом году, кто знает. На самом деле, набережная здесь достаточно длинная, протяженная. Если так останавливаться, смотреть по сторонам, то прилично. Но, конечно, не такая длинная, как Геленджике или там в самом Адлере. Но достойная, достойная. Это же ПГТ. Это не город. Это даже не Лазаревское. То есть по масштабам очень небольшой город Большого Сочи. Точнее, пригородный поселок Большого Сочи. Поэтому, даже несмотря на это, здесь очень приятно и комфортно. Мне здесь даже нравится по эстетике, по визуалу больше, чем в Лазаревское. Но каждому свое. Кому-то шум, нужен веселье. Тут же опять-таки каждый выбирает сам себе, что ему больше нравится. Вот мне пока в Дагамысе больше нравится, чем в Лазаревское. И, наверное, вот сюда бы я бы еще вернулась. Кстати, вот мы сейчас скоро дойдем. Там очень интересная воркаут-зона сделана. С тренажерами у реки практически. Но мы туда попозже доберемся. Хотел вам показать приметное здание, которое видно и со стороны ласточки, когда едет на поезде, и вот как автомобилист по этой трассе. Везде видно. Прикольная кофейная точка. Видите, тут все пальмы подсвечиваются. Просто волейбольная площадка. Играй сколько хочешь. Вот вроде бы закат. Но здесь как будто бы начинается какая-то другая половина времени. То есть люди идут с пляжа. Пляж становится малолюдным. Но при этом чувствуешь себя безопасно, потому что все подсвечивается. Это спокойная музыка играет, ненавязчивая. Везде пальмы. Хорошо же. Вдруг кому будет интересно. Жмите на паузу. Вип-услули. Каждому свое. Вот такой вот бар пляжный. Начал свою работу вечернюю. Людей хватает? Насчет молодежи по контингенту не подскажу, но в целом хватает. Кстати, это вертолетная площадка. Мало ли вдруг кому можно сегодня прилететь сюда. Вообще есть такая функция. По крайней мере вертолетная площадка. Хотела вам показать, что это не просто вертолетная площадка. Действительно какие-то вертолетные экскурсии. Ценник здесь соответствующий. Извините меня. Это же вам вертолет Робинсон 66. Вот так вот. Это не просто какая-то государственная площадка. То есть здесь все продумано, чтобы именно вас развлекать. И вот так вот она выглядит. Так, ну здесь заканчивается набережная. Ну точнее она заворачивает в другую сторону. Я вам просто покажу, что здесь пляж. Ну, как вам? Можно я вам скажу, какие? Во-первых, грязные, мусорные. Во-вторых, здесь же река Дагамыс. Нападает в море. Поэтому здесь все специфично. Но вы же будете явно смотреть больше на эту часть. Поэтому вот запоминайте именно вот эту красоту Дагамыс. Так, ну давайте вернемся еще к тому, что эта набережная немножко заворачивает. Как раз та самая воркаут-зона на фоне моря. И вот такого же РД-моста, к которому ездят, естественно, всякие ледички, поезда товарные и так далее. Здесь мне больше интересно вам показать, помимо вот этой воркаут-зоны, так сказать, спортивной площадки, чтобы уже на русский лад. Тут какая-то еще кофейная точка. Но здесь мне больше интересно вам показать реку Дагамыс. Точнее, вот эти вот эйлинги, которые находятся по ту сторону. Дагамыс и непосредственно сам Дагамыс. Дорогущий санаторий. Вход на этот их пляж стоит больше 1000 рублей. По-моему, полторы с ними не изменяет память. Могу ошибаться. Кстати, на фоне него уже мелькают огоньки Сочи, Большого Сочи. Самого Сочи. Вот такая вот красота. Вот такая вот небольшая экскурсия по вечерней набережной Дагамысе. С вами была Светлана. Напишите, как вам. От тебя скажу, мне очень понравилось. Красивая, горит, чистая, ухоженная. Но опять-таки набережная только в этом году, вот прям в этот сезон делали. Так что мы, по сути, ее вот в таком оконченном виде одни из немногих инспектируем. Потому что до этого все как-то снимали еще процесс стройки. А мы уже сняли вам полностью готовую набережную. Поэтому приезжайте. Дагамы зовет вас. А мы пойдем дальше исследовать и насладываться вечерней прогулкой. Всем пока-пока.